Сейчас я вам озвучу основную часть, основную идею, основные мысли свои про китайский тибетский массив. Мы с вами уже поговорили про легенды, да или даже не подделав, а чаще подделав документы. Они выдают это как тибетский массив, продают лохам, именно лохам, потому что я еще раз говорю, что я буду называть вещи практически своими именами. Акрас Браун это дисквалифицирующий акрас в РКФ, а судья на это не смотрит, им плевать мне. Надо бы, конечно, посмотреть, как мы там записались вообще, есть ли мы там. Иди сюда, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, опаньки. Вот так, я надеюсь, у нас будет видно, иди сюда. Итак, перед началом ролика я хочу сказать буквально пару слов. Друзья мои, я ни в коем случае не хочу кого-то обидеть, кому-то наступить на мозоль. Я не обсуждаю, не буду обсуждать и никогда не хочу обсуждать чужих собак, чужие питомники. Чем-то их принижать, возвышать возможно, принижать нет. И если вдруг кого-то я обижу этим роликом, друзья мои, сразу прошу прощения, но я должен высказаться по этой теме. Я очень долго обещал подписчикам своего канала, владельцам своих собак, своих щенков, я обещал высказаться концентрированно о том, о своем личном отношении к так называемым китайским тибетским мастифам. Еще раз, весь ролик, это личное мое мнение, мнение заводчика с более чем 10-летним стажем по тибетским мастифам. Я надеюсь, что за эти 10 лет у меня получилось, что рождаются в моем питомнике достаточно неплохие собаки, мягко скажем. По крайней мере, вот это щенок уже в третьем поколении мой, жар птица. И, в принципе, практически почти все собаки, которые выходят в ринге, в шоу-ринге с приставкой Russian Dog, так или иначе, они выигрывают либо класс, либо выставки целиком. Это так, я немножко похвастался. Кстати, буквально на днях чуть-чуть отвлекусь, опять-таки, это такая небольшая реклама. Анонс следующего ролика, буквально недавно в Казани прошел ЦАЦИП, 2021 год, осень, прошел ЦАЦИП казанский. И там, опять-таки, Russian Dog Zews очень много всего повыигрывал, об этом сделаю на днях ролик, покажу, расскажу на канале. А сейчас мы переходим именно к теме ролика. Ты будешь здесь сидеть, или пойдешь? Давай посмотрим, что там получается, а то, может, я ничего не то сейчас не говорю. Иди сюда. Про тебя я сегодня был. Ну, про вас, да. Ты моя лапа. Здравствуйте. В НК на Верославове Фролова? Нет. Здравствуйте. Здравствуйте. В НК на Верославове питомника Russian Dog. Меня зовут Ярослав Фролов. Эту красавицу зовут Russian Dog, жар птица. И мы сегодня поговорим о том, о чем мы давным-давно обещали рассказать. Друзья, запишу вам третий дубль этого ролика, потому что какая-то ерунда получается. Итак, давайте начнем с истории тибетского мастифа. Кратко я вам расскажу. Вы пока устраивайтесь поудобнее, берите, что покушать. Попкорн, чай, кофе заваривайте, и я вам буду рассказывать. Птица мне поможет. Она просто сейчас, наверное, будет спать. Вот. Итак. История тибетского мастифа начинается, как говорят в легендах, очень давно. То есть, якобы, тибетский мастиф это был прародитель всех молосов. Ну, можно в это верить, можно не верить. Доказать это невозможно. Но доказать можно единственное, что к 20 веку, в 20, вернее, веке, во время китайской революции были уничтожены на территории Китая. И на территории присоединенного тогда уже Тибета к Китаю были уничтожены все тибетские мастифы полностью. Правительство Китая тогда приняло решение об уничтожении на своей территории всех собак, вот именно вот этих вот агрессивных, которые могли бы... Во-первых, они едят еду, да, потому что, да, и людям было жрать нечего. И плюс они достаточно агрессивны к чужим, потому что сейчас уже все-таки это более такие спокойные, лояльные собаки. Но вообще-то, вообще-то, тибетский мастиф – это очень-очень хорошо сбалансированная собака. Я как-нибудь вам, наверное, отдельный ролик про это расскажу, сейчас просто кратко останавливаюсь. Это очень хорошо сбалансированная собака, которая умеет очень замечательно, по-доброму относиться к тем, кто живет рядом с ней. Причем, скорее всего, собака так и воспринимает, что живет рядом с ней, а не она с ними. Это ее семья, а не она в семье. И в тот же момент она готова убивать тех, кто перелезет через забор, зайдет на территорию и так далее. Например, у меня в питомнике есть, то есть, прародительница, собственно, всего питомника – это Йедькова, Алекс Пенсиетти. Она была такой. Она была очень ласковая, очень прям кошка, прям замечательная собака. Но в тот же момент она была настолько жестко агрессивна к чужим, прям реально жестко агрессивна. Она на них нападала. Я даже в роликах как-то говорил про это. И сделал прям как-нибудь отдельный ролик именно про агрессию тибетского мастифа. Что, ну, если посмотреть, то есть подумать о том, что было до того, как до окончательного приручения этих тибетов в дома, как сейчас сделали за последние, там, 50 лет, то, я думаю, это была собачка очень даже непростая. Вот. Но сейчас тибетский мастиф – это очень-очень, она в первую очередь компаньон, потом только охранник. Поэтому, собственно говоря, мы из этого исходим. Вот птица, например, и воспитывалась изначально, и плюс у нее крови. Идут такие, что она практически не агрессивна. Я не знаю, как она поведет себя, когда сюда перелез через забор. Слава богу, идиотов нет, которые собираются туда перелезть. Потому что у меня всегда на территории несколько тибетов, вне вольеров. Поэтому проявлять это не стоит. Вот. Но, возвращаясь к истории тибетских мастифов. Потому что нельзя говорить про китайских тибетов, не говоря про историю, именно про историю этих собак. Итак, в 60-х годах были уничтожены все тибетские мастифы на территории всего Китая. Это факт. Он всем известен. Китайские власти его сейчас уже пытаются дезуэлировать и скрывать. Но это факт. Это один из немногих фактов про эту собаку, которые нам известны. Также факт, что эта собака была спасена, то есть эта порода собак была спасена и приумножена, и распиарена, и представлена миру. Фактически королем Непала. Не помню, как зовут. Уж сами загуглите. Не помню, вот из головы вылетело. Король, потому что Непала был очень-очень-очень любил этих собак. Он у себя, у себя спас в Непале, у себя во дворце содержал тибетский мастиф, плюс в Непале они чувствовали себя как дома. И именно из Непала эта собака разошлась по всему миру. Потому что тогда, в 60-е, 70-е годы, туда приезжали туристы, американцы в том числе, европейцы, американцы, там альпинисты, по Гималаям полазить всякие. Хипарио, да, хиппи. Хиппи. Там, к чему-нибудь там просветиться. Вот, и они видели этих собак, они видели шикарных, обалденных собак. И началась экспансия распространения этих собак по миру. И это было классно. И, собственно говоря, вот именно королю Непала мы должны быть благодарны за то, что эта порода есть у нас, за то, что эта порода существует. И эту собаку надо было бы назвать не столько тибетский мастиф, сколько Непальский мастиф. Потому что оно так и есть. Вот. Потом, сейчас я просто кратко историю расскажу, вплоть до истории своей жизни. Когда я завел первого своего тибета, это был 2011 год. Да, 2011 год. Етька у меня появилась, она уже приехала относительно взрослой, ей было около 7 месяцев. Мы с ней начали, поехали как на сборы, МЧСные сборы. Помните, да, то есть я занимался МЧС, ну как, я был одно время начальником кинологического отряда общественников МЧСного. Вот, я был отестован с немецким догом своим к кинологическим расчетам МЧС. Вот. Ну и мы с Етькой, с тибетским мастифом, как-то она про щенком, чисто для социализации, поехал на сборы. Ребята ее там увидели. А МЧСники, это же, они в том числе и туристы, альпинисты и так далее. И буквально через пару месяцев, тройку, мне показывают на базе фотографии. Ярослав, мы только что были на 3000, ну это в горы ходили альпинисты, они ходят в горы. Посмотри, открывает мне телефон, показывают фотографии. Обычные дворняшки, вот это обычные дворняшки, которые бегают у них по горам, там в Непале. Они именно по непальским горам там бегают, ну лазили альпинисты. И показывают Етьку. Черно-подпалые собаки, не очень крупные. Они не очень крупные, но они вот все сложено у них, все хорошо, все замечательно. Вот, например, Еть, мы их видели от подножья до 3500, сколько шли. И везде, так или иначе, эти собаки были именно в этом виде. Мне показывали видео с ним. К сожалению, у меня вот не сохранилось ни фото, ни видео, потому что я тогда что-то даже не подумал, что, ребят, перекиньте мне. Вот, но. Потом я на некоторых фотографиях, которые показывают тот же Тибет, Непал, который просто турист снимает, тут просто природу. Я тоже встречал очень часто нормальных обычных, как у нас собаки по помойкам бегают, у них также живут эти собаки рядом с отарами, рядом с домами, рядом вот с людьми, с обычными людьми живут. Именно те самые Тибетские мастифы, на которых был основан стандарт породы Тибетский мастиф. Вот теперь давайте мы плавненько подошли к упоминанию именно породы Тибетский мастиф. Потому что одно дело, это абригенная порода, по-нашему говоря, дворняжка, группа собак, сформировавшая себя при определенных человеческих, как это, антропогенных, кажется, условиях это называется, техногенных, антропогенных и так далее. Условия, честно говоря, по науке я уже не помню, как это называется. Да, ты знаешь, хорошо, потом мне подскажешь, в титрах напишешь. Хорошо, птица. Но породой, породой, именно как порода, как порода уже, которая развивает уже люди, развивает заводчики, она становится тогда, когда ее признают экологические организации мировые. Так вот, породой эта собака стала именно из тех, то есть писался стандарт породы, и до сих пор он написан по тем собакам, которых вот эти друзья мне показывали на своем телефоне. То есть, это классная, шикарная собака. Я сейчас не про птицу, но она, естественно, классная, шикарная. Я про тех, про кого написан стандарт породы изначально. Это классная, шикарная собака. Она не сильно высокая, она не сильно мощная. Потому что, да, хотя я и описываю, там, вот, там, Марко Поло, там, вот, опять-таки, из легенд, да, что Марко Поло описывает тибетского мастифа, там, в 1200 каком-то году, что у него трубный лай, он огромный пес. Ну, просто тогда не было больших собак, действительно не было. Например, если сравнивать с нынешними кавказцами, с нынешними алабаями, сейчас не сравнивать с немецкими догами, то и тибетский мастиф, кстати, и сейчас мелкий. А тогда это была не очень крупная собака, но на фоне своих сородичей собака, это была очень крупная собака, действительно. Вот. Наступают времена перестройки в СССР. Китай развивается на фоне СССР, потому что очень много. Китай молодцы, я вот, вот в этом отношении, они молодцы, они просто взяли в СССР все лучшее, социальное устройство государства, плюс, все, что можно было здесь купить за бесценок, когда здесь распродавалась вся страна, они купили и сделали свое шикарное государство, и пусть делают, пусть им живется хорошо, я считаю, что им должно житься, и нам хорошо. И они тогда, буквально это где-то в 2000-х годах, в конце, даже в середине 2000-х годах, они решили сделать брендом, бренд своей страны собак. То есть, вот, собака тибетский мастиф, потому что, как вы помните, в Китае, в принципе, до сих пор собак-то едят, да, это не только в Корее, но и в Китае. И они решили бороться, то есть, это еще как пиар-акция пошла, и вот я помню, буквально это был, наверное, 10-й, 11-й, 12-й год, 2011-й, 12-й год, когда один миллионер в Китае продает другому миллионеру в Китае красного, причем она реально, даже на фотографиях красный, тибетского мастифа, я уж не знаю, хной красили чем-то, но это нереальный цвет для живого организма, вот, причем вот птица, она светлая, а вот мать ее, Russian Dog Василиса, она была, вот действительно она была, темно такой вот, ну помните, наверное, кто помнит, вот такой темно-темный такой цвет, ее можно было назвать красным, она логотипом, собственно говоря, у нас питомника ей служит, и даже вот сейчас в углу экрана, это она стоит, логотипчик маленький стоит, но, тем не менее, вот там продает один миллионер китайский, продает другому миллионеру китайскому за миллион долларов, продает собаку, все, это обошло, все новостные газеты, все новостные программы о том, что вот, самая дорогая собака в мире, и так далее, и каким-то образом в этом, или на следующий год, тибетский массив выигрывает одну из самых, ну, даже, наверное, самую уважаемую на тот момент выставку, Крафт, это в Лондоне, в Лондоне, ну, в общем, в Великобритании, проходит выставка, Крафт, она, и тибетский массив становится победителем Крафта, ну, и все, и пиар этой собаки, реклама этой собаки полетела просто до небес, и все, и главное, везде, и до сих пор можно встретить, что это самая дорогая собака в мире, это дорогущая собака, она становится престижной, и она начинает заводить везде, 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 и на этом фоне появляется, очень, как и всегда, появляется очень много людей, далеких от кинологии, которые начинают, ну, и, честно говоря, некоторые даже собаководы, начинают, поддаются, вернее, этой волне, продолжаем, Этот ролик будет состоять, я так понимаю, из нескольких частей, потому что я его уже снимал много дублей, я честно скажу, как я уже говорил, я его снимал несколько раз, несколько, вот уже удалял, монтировал, удалял, постараюсь, чтобы этот ролик все-таки вошел, все-таки его собрать каким-то образом и донести до вас свою мысль. Итак, сейчас я вам озвучу основную часть, основную идею, основные мысли свои про китайский тибетский мастиф, мы с вами уже поговорили про легенды, да, а сейчас мы конкретно поговорим о китайский тибетский мастиф. Что такое китайский тибетский мастиф и что такое тибетский мастиф в принципе? Китайский тибетский мастиф это якобы порода, придуманная, придуманная продаванными, продаванными из Китая, даже не так, Так, это неизвестно, какая порода и порода ли, поставляемая во весь мир из Китая, хотя порода, порода, вот, и заводчики, да, они заводчики, они потому что они заводят, разводят собак у себя в Китае, они пытаются что-то делать, что-то улучшать, вот, в породе. Как они думают, по-китайски, у них другая психология, чем наша, европейская, и они создают, для них нет проблем, для них нет проблем в абсолютно породистую собаку, то есть там с хорошей родословной влить, например, чау-чау, для них нет такой проблемы, вообще, поймите вы это, у них в мозгу не укладывается, что европеец может подумать про них плохо, что они взяли в породную собаку, влили туда чау-чау, влили еще всякое разное, получили на выходе, ну, может быть, даже по их понятиям красивую собаку, но это не тибетский мастиф, они это подделав документы, или даже не подделав, ну, чаще подделав документы, они выдают это как тибетский мастиф, продают лохам, именно лохам, потому что я еще раз говорю, что этот, я буду называть вещи практически своими именами, потому что в этом ролике, я говорил, это мое личное, оценочное суждение в этом ролике, это мое личное мнение, и я не хочу никого сильно оскорблять, кроме тех, кто на это ведется, даже и вас-то не хочу оскорблять, вот, я хочу просто объяснить будущим владельцам, которые у меня звонят и спрашивают, Ярослав, а у тебя тибетский, у тебя какой, китайский тибетский мастиф, или не тибетский мастиф, прям так был несколько раз, это было смешно, вот, И так вот, китайцы, у них мозг не поворачивается подумать о чем-то другом, то есть они, да, они сделали, а они по-своему правы, они создали новую собаку, они создали новую породу, они создали вот это коротколапое, мохнатое, очень часто хной подкрашенное, когда вы видите ярко-красные такие собак на фотографиях, это хной подкрашенный, это что-то такое в красителе собака, потому что такого не бывает у собак окраса, именно целиковая, мы уже это обсуждали много раз, и 10 лет назад об этом обсуждали на форумах, это уже все пройдено, да, это так и есть, по крайней мере, я в этом уверен, так вот, поэтому мое личное мнение, нет понятия китайский тибетский мастиф, европейский тибетский мастиф, еще чего-то там, какой-нибудь подковерный тибетский мастиф, есть порода тибетский мастиф, говорил, говорю и буду говорить, есть порода тибетский мастиф, полностью соответствующий стандарту породы, А то, что наши эксперты, причем очень большинство экспертов, огромное большинство экспертов и, к сожалению, даже из заводчиков, из старейших заводчиков тибетского массива в России в том числе, повелись на рекламу, повелись на зарабатанные бабла и начали тащить из Китая непонятно каких собак. И сейчас выходят в ринге, я сам лично видел, я видел в каталоге, выходит собака в ринг, у ней написано «Акрас Браун». Друзья мои, «Акрас Браун» это дисквалифицирующий акрас в РКФ. А судья на это не смотрят, им плевать мне. Кто принимал документы, им плевать. Они выдают этой собаке диплом чуть ли не отмыл. И поэтому я считаю, что каждый, который идет в породу тибетский массив, должен для себя понять две вещи. Первое, что он хочет получить? Он хочет получить классных, красивых, мощных собак, которые вот, ну действительно, причем с породными качествами тибетский массив. Надо не забывать, что тибетский массив это охранник. Это не придурочная собака, которая на всех все лает, которая бросается на каждый шорох, которая будет облаивать. Нет, тибетский массив, у которого нет агрессии в плане, как у овчарки. Тибетский массив это собака, которая работает на своей территории, которая охраняет свою семью, которая ни в коем случае на члена своей семьи пасть не откроет. Ну, воспитанная собака, конечно же. Понятно, если вы будете баловать с самого начала, мы об этом говорили, еще как-нибудь поговорим о том, что любую собаку надо воспитывать, надо показывать рамки дозволенные. Так вот, все равно тибетский массив, его породное качество, что в семье, у меня за время, как у меня живут в тибетском массиве, у меня растет уже два сына. Средний сын и младший сын. Младшему сыну сейчас два с небольшим года. Он всю свою сознательную жизнь живет с тибетами, в обнимку, на них катается. Ну, если инстаграм мы видели, то он там и чего только с ним не делает. Рукой в пасть лазит за мясом, когда они мясо едят, пофиг, их не тронут. Вот, никогда ребенка, моего ребенка, моих собаки не тронут. Это нормально, потому что я отбираю для разведения собак, в том числе и по психике. Я не пущу суда с неадекватной психикой. Да, у меня есть два, две линии разведения тибетский массив, мы об этом как-нибудь поговорим. Напомните, если вам интересно, напишите в комментариях. То есть две линии, ну, не линии, скорее всего, а два, ну, можно сказать, и линии, две характеристики. Это вот есть жесткие тибетские массивы, те, которые они были и которые они до сих пор есть в Тибете. И, ну, более лояльные, более мягкие. Это вот как раз вот птица, это вот Василиса, это друг, это вот они более мягкие, но тем не менее, да, они работают, они рабочие собаки, но они мягче значительно, чем была Етька, чем Аврорка. Вот. Так вот. Я надеюсь, я ответил на ваш вопрос, это было, этот ролик был снят исключительно в познавательных целях, чтобы люди понимали, что китайского, тибетского массива не существует. Нет такого. Его надо отделять, если вы хотите, если они, кто-то хочет, чтобы был китайский, его надо выделять в отдельную породу, как мы говорили в свое время еще на К9, на форме К9. Его надо отделять на отдельную, в отдельную породу, и пусть он там варится в своем соку, со своими болячками, со своими проблемами, а нам остать хорошего, тибетского массива, мощного, хорошего, психологически правильную собаку. Она, у нее психика шикарная, это же обалденная собака, зачем туда пришел Китай, к сожалению, не знаю, тем больше это не китайская собака, это, как я уже говорил, это непальская собака, это тибетская собака, Тибет, он только аннексирован Китаем, да, они до сих пор держат себя обособленно. Но, тем не менее, сохранился тибетский массив благодаря, еще раз напоминаю, Непалу, королю Непала, и поэтому это непальский тибетский массив, если уж его так называть, никак не китайский. Все. Все умные и лучшие, до свидания, удачи. Пишите ваши комментарии, пишите сильно, хотите сильно поругаться, пишите, не проблема. Самое главное, помните, ролик был сделан не для того, чтобы вас оскорбить или обидеть, ролик был сделан для того, чтобы дать информацию новичкам, чтобы они понимали, что да как. И самое главное, я хотел давно уже высказать свое мнение. Не знаю, войдет ли вот эта часть вообще, вот этот вообще ролик в эфир, но вот очередной там 8 или 12 дубль я все-таки отснял, посмотрим. Удачи, пока-пока. Понравилось видео? Нравится канал? Нравятся мои собаки? Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, сильно не ругайтесь. Я не хотел никого обидеть. Ну, а мы буквально на днях с птицей поедем на вязку в Москву, надеюсь. Все, пока-пока. Ставьте лайк, удачи, до свидания. Да, птица, скажи пока-пока. Иди гуляй, иди гуляй. Все, гуляй, гуляй.